МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это вызовы времени в студии Мария Бересневич. Минск принял саммит ОДКБ. Организация остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности стран-участниц блока и Евразийского региона в целом. Об этом на заседании заявил Александр Лукашенко. Сюда прибыли президенты России, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Не приехал только премьер-министр Армении. Об этом сообщалось заранее. Ровно год назад в ходе сессии Совета коллективной безопасности в Ереване мы озвучили приоритетное направление председательства Беларуси. Как на внутреннем, так и на внешнем контуре. На внутреннем контуре мы стремились повысить сплоченность государственного ОДКБ в целях укрепления самой организации, а также обеспечения безопасности и стабильности в зоне ответственности. На внешнем контуре нашей целью было усиление роли и значимости организации в системе международных отношений. Сегодня можно констатировать, что цели, намеченные белорусской стороной в ноябре прошлого года, в целом достигнуты. Часть мероприятий уже выполнена, реализация ряда задач продолжается, отдельные приоритетные направления носят долгосрочный характер и взяты в проработку как государственными членами, так и секретариата МОДКБ. Безусловно, результаты работы – это коллективный успех, заслуга всех нас, участников договора. Мы бы не смогли реализовать задуманное без поддержки приоритетов белорусского председательства со стороны друзей и партнеров. Поэтому позвольте выразить признательность за сотрудничество. Убежден, что сегодняшнее заседание будет не менее продуктивным. Демарш Армении, угроза НАТО и спокойствие в нашем регионе. Главы государств пообщались в узком составе. Лидеры ОДКБ подписали 15 документов. Все связаны с более тесной интеграцией. 1 января 2024 статус председателя переходит к Казахстану. Почти два года назад именно Астана на себе проверила, насколько крепкие связи в организации. На западном фланге стремительными темпами вооружаются натовские соседи. Военный бюджет, например, Польши растет как на дрожжах и в следующем году обещает достигнуть 4% от ВВП. Интересно, как это соотносится с их постоянными декларациями об оборонительном характере Альянса. Или с названием анонсированных крупнейших со времен Холодной войны учений НАТО. Это никак не соотносится. Мы за такими так называемыми оборонительными маневрами наблюдаем давно. С того момента, как в 96-м году прошлого века вывели из Беларуси ядерное оружие. Чем все закончилось? Расширением НАТО на восток. Учебной отработкой в 2016 году сценария нанесения ядерного удара по Беларуси. Заметьте, по инициативе администрации так называемого лауреата Нобелевской премии мира Барака Абамба. 2016 год. Причем по замыслу учений Беларусь даже не была вовлечена в конфликт. Можно много говорить о незаконных односторонних принудительных мерах, военных провокациях на границе, информационных диверсиях, миллионах долларов, вброшенных в подготовку несостоявшихся госпереворотов. Я уже не говорю про открытую демонстрацию готовности подключить к этой цели силы НАТО. Зачем в августе 2020 года рядом с белорусской границей кружили стратегистские бомбардировщики Б-52? Кому посылали сигнал? Не только Беларусь. Понятно, кому. На этом фоне упреки о размещении в нашей стране, на нашей территории, российского тактического ядерного оружия просто абсурдны. Мы, повторю, в сотый раз никому не угрожаем. Мы просто учимся дипломатическому, так называемому, этикету у тех, кто сделал язык силы мировым трендом. Это реалии сегодняшнего дня. Только наличие мощного оружия гарантирует безопасность в регионе и дает право голоса на международный рынок. На неделе глава государства встретился и с вице-президентом Венесуэлы. Эта страна была и остается важным партнером для нас в Латинской Америке. Минск в последнее время усиливает работу по развитию экономических связей на разных континентах. Главное, о чем я хотел бы вам сказать, господин Минендес, мы готовы к более интенсивному, самому интенсивному сотрудничеству с Венесуэлой. Наши возможности вы знаете, они вам нужны, и технологии, и другое. Надо начинать. Я думаю, что в ходе вашего визита, нынешнего, мы определимся, с чего начинать восстановление нашего сотрудничества. Я думаю, надо задействовать все те программы, которые когда-то нами были определены. Все в теме. Николас Мадуро, президент Венесуэлы, присутствовал и активное участие принимал в формировании тех программ, которые сегодня сохранены. И еще раз хочу подчеркнуть, все, что мы тогда предлагали, и то, что мы с вами намечали, оно востребовано в Венесуэле. Белорусский лидер обозначил, необходимо обновить дорожную карту и следовать намеченному плану. Пауза в совместном взаимодействии не смогла пошатнуть направления, которые были определены ранее. Не обошлось без обсуждения предстоящих совместных проектов. Также Александр Лукашенко отметил, Венесуэлу уважают во всем мире за отстаивание суверенитета и независимости, и в этом мы схожи. Между нашими странами установлены прочные кооперационные связи, и в какой-то момент именно санкции нарушили нормальный ход этих взаимоотношений, давление западных стран в том числе. Поэтому основная цель на сегодня – восстановить эту динамику, преодолеть все эти препятствия, которые существуют на этом пути. И в настоящий момент мы ведем речь о том, чтобы вывести наши отношения на новый уровень, укрепившись в борьбе против этих санкций совместными усилиями. Мы сфокусировали свое внимание на ряде тем, которые представляют интерес для наших стран. В первую очередь речь идет о перезапуске совместных производств, предприятий по производству тракторов, автомобилей. Имеется интерес в совместном сотрудничестве в нефтехимической отрасли. Очень важна тема логистики, налаживания прочных логистических связей. Вот над всеми этими вопросами мы сейчас работаем. Одно из перспективных направлений для работы на юге, как было сказано президентом Беларуси, за Африкой будущее. Эти слова задали тренд продвижения на перспективном континенте. За место под солнцем там борются Москва и Пекин, Вашингтон и Брюссель. Беларусь приходит в регион без колониальных замашек, с выгодными предложениями по сотрудничеству в самых разных сферах. Для этого поставлять технику, совместно работать на продовольственную безопасность и в добыче полезных ископаемых, а также делиться технологиями и компетенциями. С некоторыми мы имеем хорошие отношения, торгово-экономические в том числе. Это прежде всего, особенно Зимбабве и через Зимбабве на другие соседние государства. Кстати, идея, которую мы договорились, которую достигли Нангабве во время переговоров с президентом Зимбабве, что мы должны подключить Мозамбик. Они очень просили, они заинтересованы в том, чтобы мы повторили опыт Зимбабве в Мозамбике, я имею в виду продовольствия, продукты питания, детское питание, здравоохранение, чтобы мы могли им помочь в чем-то, передать им технологии в тех отраслях, где мы имеем определенные компетенции. Этот узел дальше, экваториальная Гвинея, они нас ждут, насколько я понимаю. Мы провели очень большую работу по сотрудничеству с этой страной в плане выработки конкретного плана дорожной карты сотрудничества с ними. Вопрос, как обстоят на сегодняшний день дела. Мы с президентом, скорее всего, встретимся в Эмиратах, обговорим вопрос моего визита туда, но я хотел бы слышать, как подготовлен этот визит. Там мы договаривались о конкретной дорожной карте, плане, абсолютно конкретном плане, что мы можем сделать в этой стране. Ну и через экваториальную Гвинею, как меня просил президент, мы могли бы оказать какую-то поддержку и помощь, прежде всего, в технологиях соседним государствам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин